доброе утро коллеги приветствую всех кто просматривает данное видео приветствую всех кто смотрит его в записи и всех кто собственно говоря работает в режиме онлайн значит ну что праздник принципе прошел пора так сказать отходить от него вот такая небольшая передышка прошла у нас посредине недели но тем не менее вчера был день торговый он был не только торговый он был еще и достаточно крутой в в плане новостей он был достаточно крутой в плане торговли то есть неплохо на самом деле получилось практически все что мы рассчитывали увидеть по нашим обозреваемым инструментом практически все сложилось все сложилось так как и надо сегодня четверг сегодня 9 марта и мы с вами сейчас проведем брифинг и посмотрим на чем мы сегодня сможем поторговать так и или иначе значит поехали начнем с экономического календаря 9 марта что конкретно ну не надо забывать что у нас нонфарм эта неделя до поэтому завтра у нас фактически новости давайте посмотрим что там было публиковано от адп напомню что я вчера дп не смотрел все позиции были закрыты единственное что не получилось заскочить в канадский доллар хотя очень хотелось да вот мы выставлял отложенный ордер который стоит до сих пор да на канадском долларе вот если бы мы вот здесь где-то вот нас не хватило буквально вот самую-самую малюшечку мы запрыгнули бы мы сейчас все и порядка плюс 60 пунктов это было бы очень хорошо ну канадцы с вами вернемся и такие инструменты как фунт доллар приехали к нашим целям которые я рассчитывал увидеть ну и новозеландский доллар тоже собственно приехал к целям который рассчитывал увидеть один которым рассчитывал забрать это было бы закрытие сегодня от дп получается вчера дп значит ну 298 тысяч рабочих мест получается достать на 108 тысяч рабочих мест больше чем мы рассчитывали увидеть больше чем прогнозные цифры и еще к тому же пересмотренные значения на 20 тысяч оказались лучше в принципе новость позитивная как на это доллар отреагировал ну да ладно это он что так сейчас сориентируясь двадцать один минус шесть семнадцать пятнадцать должна быть реакция ну вот 17 15 вот это самое движение новостное обращаю ваше внимание совсем маленькое движение при очень сильной новости совсем маленькой рост по доллару ну это в частности подтверждает то что на самом деле не такая уж крутая вещь ттдп и на него можно только лишь посматривать они там что-то конкретно торговать ну а сегодня у нас в принципе что ничего мы с вами по-моему отмечали ставка по депозитным средствам и решение по процентной ставки это в еврозоне в 20 45 мало местного времени в москвы 15 45 но в принципе что можно сказать можно сказать что процентную ставку не изменит к этому нету предпосылок пока еще об этом еще не говорилось а кстати предпосылки небольшие появляются там инфляция них подрастает большому счету но ставку просто на этом не изменит но на пресс-конференции в 21 30 может состояться марио драги может сказать анонсировать возможное сокращение либо программы количеством смягчения либо что-то по процентной ставке поэтому я обращал бы внимание сюда бы не лез бы а вот 21 30 наверное бы обратил внимание на пресс-конференцию а ну если получится у меня то чтобы организовать трансляцию кинуть ссылочку на трансляцию пресс-конференции то я кину с удовольствием а до этого момента я думаю евро будет ждать и особых там каких-то движений предпринимать не будет ну и все в принципе на этом только еврозона ночью что может произойти что может произойти ночью ничего ночью не может произойти все вот такие вот события на сегодня 9 февраля давайте посмотрим что у нас в сантименте что у нас в движении так начнем традиционно с евро доллара 58 процентов по сантимент в покупках находимся но нормально без перевеса но тем не менее нормально что стакан цен по отношению к вчера в принципе не изменился в покупках находится вот эта вот часть людей надо сказать что и в продажах находится поэтому ну какого-то дисбаланса не видно даже более того есть некие участники рынка который по факту когда сейчас в плюсе и сейчас в моменте смог заявок на покупок на покупку здесь сидит поэтому я думаю можно ждать какой-то коррекции то есть то бишь движение вверх чисто коррекционно обращаю внимание на стопы располагающиеся под 104 85 сегодня это не так уж далеко как было вчера по моему давайте их посмотрим 0 480 490 короче говоря ну да где-то здесь можем ли до туда доехать до этих стопов можем но при условии если марио дороги нам подтолкнет стопы находятся под этими шпильками что собственно грей понятно в целом если так уж смотреть по картинке то наверное мы двинем скорее вниз но еще раз повторюсь наверное лучше не стоит пока залазить в сделку потому что там марио драги а мы помним он умеет до шевелить рынок мы помним сами 3 декабря феноменальные движения и и прочее прочее но либо по кластерам по профилю по фьючерсам что можно сказать ну во первых стоит все-таки обращать внимание на вот это такое скопление да здесь у нас в принципе поддержка и вот на вот этот набор кластеров тоже стоит обращать внимание здесь возможно сидит некий крупный участник рынка возможно продавец поэтому ну если коррекция состоится то она откуда-то сюда состоится там же будем искать точку входа в шорт здесь очень неплохо все это выглядит потому что мы вот видите доехали до поддержки мы не то что доехали до нее мы даже очень сильно и оттестировали что косвенно подтверждает том что сила тренда есть сегодня 105 пусть будет пить 105 50 блин тут так неудобно 105 50 пусть будет да значит а вот здесь тут и 105 62 пусть будет так это у нас сопротивление мы рассчитываем что она если тренд сильный то мы фактически с вами его не должны пройти не должны пройти и все-таки как бы так больше других идей пока нет ну и на пробой это при условии марио драги и драги однозначно потому поэтому тут так сказать без фанатизма ждем коррекцию коррекцию вверх там ищем точки входа в шорт здесь достаточно короткий стопик можно зайти 15-20 пунктов почему нет это будет как мне кажется более чем нормально вот сопротивление вот этот вот минимум он у нас есть значит я обращу ваше внимание 0495 мы его можем пойти в пробой почему нет значит до сюда коррекция поедем сюда ну при условии марио драги рисовать не буду если что если он что-то негативное скажет о полетим дальше вверх если что-то позитивное то мы должны принципе оказываться выше чем 105 60 это будет говорить о том что сила тренда нисходящего не такая сильная поэтому надо завязывать шортить двигаемся дальше канадский у это будет мой фунт доллар вчера реализовалось то что мы принципе рассчитывали сегодня ну давайте посмотрим сентимент сделать какие-то выводы сделаем какие-то доводы 75 такое было вообще не то чтобы крайне редко но такое бывает достаточно редко до 75 процентов участников рынка покупают поэтому коллеги никаких покупок даже не рассматривайте присматривайтесь к шортам может быть если страшно да допустим продавать ну при условии что это там самое дно да например то лучше наверно не лезть но уж однозначно не покупать потому что ну чё уж давайте смотреть вещи реально то есть на этом рынке большинство не зарабатывает а большинство по данным нескольких брокеров данный инструмент покупает что в стакане где они все застряли значит ну по стакану понятно где не все застряли вот эти все ребята которые здесь где-то у нас скупают до 23 ровно ух тышь ё-моё вот прямо отсюда вот сидят и данный инструмент сторожат успехов чего стопов особо то есть особо сильно не видно видно желание продать где-то в районе 2220 ну что собственно говоря понятно их желание то есть мы должны были к ним в какой-то степени присоединяться все значит что касается кластеров и фьючерсов давайте 6b посмотрим как у нас распределяется объемы по всему вот этому диапазону цен ну вот видите пока развороте вообще речи не идет принципе то есть мы можем вообще дать глубокую глубокую коррекцию откуда-то сюда и все это будет коррекция вот никакие не разворот поэтому тут так сказать будем поосторожнее стоит обратить внимание на вот эти вот набор да вот точно так же ну наверное мы сами точно так же поступим как на евре будем ждать тестирование попробуем там заскакивать в продажу вот здесь тут проскочили неплохие кластера вот здесь вот наверное да ну можно сказать что есть предпосылки к ложному пробою то есть вот это вот может оказаться ложный пробой но видите как мы не прошли контрольный наш объем поэтому пока нет пока однозначно нет пока однозначно дело за продажами ждем коррекцию в ближайший объем и рассчитываем только на продажу если наш ближайший объем цена пройдет это не значит разворот это значит окончание есть так можно сказать тренда до 22 15 и пусть будет 21 21 95 пусть будет тогда стоит обратить внимание что вот эти вот объемчики 21 85 и 21 75 10 наверно повыше подниму все таки 22 ровно значит мы с вами 21 40 и 21 55 пусть будет это у нас поддержка мы с вами ждем тест тест может состояться куда угодно может быть даже он уже состоялся да вы видите что мы отскакиваем от первой зоны ну пока не спешить пока не спешите запрыгнуть сделку всегда успеем главное по стопы не схватить поэтому в принципе 1 21 75 1 21 85 это первое место где мы будем встречать не забываем что есть поддержка в принципе она никуда не делась но вот шортим где-то здесь если откатим вверх шортим где-то здесь еще сценарий это пробой откат и продаем и все в общем-то в продаже да то есть целых три сценария при условии отката не будет при условии будет маленький откат происходит будет глубокий откат так далее так далее если мы с вами окажемся здесь выше чем 1 22 15 не знаю там драги или там не знаю землетрясения или что угодно забываем продажах но не покупаем потому что коллег 75 процентов участника рынка покупает поэтому тут без фанатизма канадский доллар очень красивые вчера были моменты еще же на что хочется обратить внимание закрылись в дай хай то есть в самую вершинку дневную торговлю поэтому тоже тут стоит стоит провести стоит на это обратить внимание и ну как то делать но сейчас если сантимент то прям вот можно я конечно не люблю но такие вещи но если и сантимент в нашу сторону то просто можно взять и купить до 79 участников рынка продают данный инструмент канадский доллар ну отката может даже не быть я не люблю такие вещи вообще честно вам скажу то есть не люблю того что но я всегда дожидаясь откаты только потом каких-то движений где он люди продают вот здесь люди продают в массе свои застряли 3420 вот она да вот вот это вот все из диапазон здесь застряли в продаже поэтому пока не повыкидываем их пока не окажемся ниже от этого диапазона забудьте даже каких-то нам продажах рассматривать только покупки стопов но особо нету есть желающие продать но это всегда прибывает поэтому тоже без фанатизма лучше дождаться теста лучше дождаться отката но мы его может и не быть как я уже говорил смотрим 6 и фьючерс на канадский доллар он перевернут и поэтому проводить параллели коллеги как распределяются объемы ну я думаю что да так то не распределяется фактически то есть мы можем пойти в глубокую коррекцию и так же как на фунте и все это будет коррекция при условии сантимента такой коррекции наверное быть не должно поэтому мы можем приехать вот еще здесь какой-то копится объем мы можем приехать сюда да вот таким вот образом и уже должны защищать позицию крупной части крылька можем провалиться дальше вниз без 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 отката без коррекции поэтому здесь ну вот этому понятно мысль значит смотрим уж как это будет выглядеть на на график форекс ну вот следующим образом 3460 34 тут найти как 3460 3450 я бы еще наверно выделил вот этот диапазон хотя в кластерах не очень хорошо выглядит 3430 3440 ну давайте пусть будет 2 до самый минимум у нас вот смотрите да кластера кластера кластер очки где у нас тут граница ну вот где-то здесь она есть поэтому 3480 34 35 ровно кто не боится да то есть можно купить часто поставить по 3480 и рассчитывать на импульс но я боюсь это моя одна из основных причин почему пропускаю крутые сделки ну лишний раз сказать опасаясь каких-то там движений напомню еще раз да как резюме тока покупки допускаем коррекции даже не то чтобы допускаем а ждем коррекции на самом деле можем тестировать вот 3440 когда можно тестировать 3460 в принципе сейчас мы в балансе с вами находимся в котором копится объем куда он копится не знаю может ли он быть коррекционным может быть не коррекционный но в любом случае если откатываем ищем покупки для к этому тоже ищем покупки продажи не рассматриваем вообще в принципе здесь и здесь мы рассматриваем покупки если внизу оказываемся забываем пока покупках но пока не продаем ни в коем случае потому что это делать труба да ну и также может быть обновление максимум безо всяких там откатов и тоже смотрим покупки ту сторону усиление доллара почему нет дальше японцы молодцы все было как по учебнику объем инициатива объем инициатива тест этого объема инициатива и все было хорошо и доехать до наших целей которые мы собственно говоря сейчас с вами по моему отмечали да да отмечали здесь маленько все во флете есть то здесь нет какой-то там трендовой структуры крутой поэтому здесь будет наверное чуть чуть посложнее давайте обратимся к сантименту к стакан ученым там покажет сантимент выровнен что в принципе понятно для меня и стакан тоже тоже особо без без каких-то там вещей и куча кстати обращаю внимание дал много людей кто купили сейчас находится в плюсе и 39 процентов это очень много поэтому мы допускаем откат по данному инструменту откат вниз так как мы находимся с вами в боковике возможно что доллар японская иена до нонформа вообще никуда не поедет поэтому вот у нас поддержка вот у нас сопротивление и вот внутри этого диапазона мы наверное будем торговаться и я не сторонник пока осуществлять какую-то здесь торговлю я сделаю тут похитрее значит 114 75 но тут все точно так же принципе 114 75 и вот здесь тут поддержка и и мы в балансе и и здесь покупать ну может быть и не стоит но продавать тоже не очень красиво смотрится потому что мы вроде бы все в сторону укрепления доллара торгуем а вот я ну продаем поэтому здесь наверно лучше коллегу сдержаться скажем так не все тут есть есть вещи покрасивее на самом деле вот поддержка сопротивления ничего не изменилось можно попробовать пошортить но это вот так то знаете торговлю в боковике а если окажемся выше чем а 114 75 ну можно попробовать купить но опять же повнимательнее здесь австралиец что он нам показал австралий показал падение в принципе нормально все получилось вместе с новозеландцем который мы вчера шартили все получилось тоже принципе как по учебнику опять же да по учебнику я не видел ни одного учебника который бы такие вещи писали значит что у нас сантимент сантимент целом выровнил 55 на 45 так же как и в случае с иеной 41 процент участник рынка в плюсе оказывается мы видим где этот плюс да вот они здесь продавали сейчас находится в плюсе а может настать фаза по 76 до не стоят ох тышь как они стоят удачи то есть вот кто-то даже вот здесь продал и сейчас ключ находится ну прям герой ну не знаю тоже есть вероятность того что мы пойдем в коррекцию но вот что еще хочу отметить закрылись до минимум прям слой поэтому ну тут как бы вообще под вопросом все ну давайте не будем ничего придумывать будем торговать то что видим значит мы видим с вами падение достаточно уверенно и достаточно прагматичная ну вот есть объем чек до который в которой мы можем пойти в коррекцию ну давайте мы с вами допустим что мы туда вот и поедем мы туда поедем в какую-то вот коррекцию здесь тут что еще может тут нас встретить но могут встретить вот здесь почему нет вообще наверно попадем в боковик в боковик поэтому здесь без опять же повторюсь без фанатизма давайте все удалим нарисуем границы нашего будущего боковика 20 75 70 0 75 55 самый низ сейчас бы продавать вот уж точно я бы не стал бы это дело опасное 75 18 75 30 до допускаем что пойдем в коррекцию и вот допускаем что вот у нас здесь будет флэт но из этого флэта все равно как мне кажется лучше продавать чем нежели покупать потому что но это структура развивается нисходящий трендовый поэтому ну какие покупки даже то что сантиментом выровнен совершенно можно и нужно покупать вот сюда вот мы уже прийти ну вот попробовать продать сильно не рассчитываем на обновление минимум его может не наступить все это одна единственная идея это я бы знаете вот так бы поставил бы с вопросом потому что тут много действительно вопросов по нему но как есть так есть новозел завалился также какие австралий закрылся в минимум падает достаточно давно падает достаточно уверенно что сантимент что-то мне подсказывает что сантимент нас явно в дисбалансе находится в большом дисбалансе 80 процентов покупок находится людей при падающем рынке при сильно падающем рынке это нормально но надо этим пользоваться смотрите где они все здесь да то есть вообще вот на всем вот этом падении люди падают и усредняется усредняется ну успехов им ческала есть топы 68 65 не так-то далеко на самом деле мы их можем с вами забрать 68 65 вот о чем там стоят понятно под самым самым минимум будет стоять стоп и вот это место то есть под самими это место вероятного разворота то есть до туда мы должны доехать и если уж и будет разворот тенденции то он где-то будет под уровнем то есть это такое обычно происходит то есть тут ток продажи судя по стакану ток продажи никаких покупок не рассматриваем ну давайте обратимся к фичерсу что он нам покажет где мы с вами будем продаж смотреть собственно говоря так же как и в евре так же как и в австралийце достаточно большой крупный объем который находится здесь пока мы не пройдем никакие покупки не рассматриваем вероятно что мы его пройдем не такая большая поэтому я посмотрел бы более детально обращаю внимание на вот этот набор кластер очка в который мы можем пойти в тест да и оттуда будем продавать но вот так и будем рассчитывать тут больше ничего придумывать нельзя я не то чтобы нельзя не будем мы ничего но вот придумывать а где это один момент это был у нас аж позавчера вот по ценам 069 70 069 95 это сопротивление до туда можем доехать в качестве коррекции 106 905 106 909 20 6905 идея очень простая дождаться вероятной коррекции после этого зайти в шорт либо учитывая что сантимент сильно сантимент сильный и закрыть мы в длой коррекции никакой может не быть мы можем сами сразу же дать реакцию вниз то есть если выбирать австралийцы и новозеландцы то лучше выбрать новозеландцы то что австралийцы еще более-менее как-то там сантиментом да с речью если речь на взял там он явно конечно конечно в новозеландцы ликвидность совсем другая тут говорить об этом ты наверное не стоит и поэтому и данным верить ну так сказать с опаской можно но тем не менее что есть то есть импульс откат пробуем туда даже на обновление минимум почему нет значит можем пойти в коррекцию куда-то сюда здесь пробуешь артить но здесь уже хотя бы доехать до до сопротивления то есть вот так тут вот так тут но если получится поработать здесь вот так вот выглядит рынок ну и в принципе все по большому счету вопросов нету это хорошо все инструменты посмотрели данные картинки которые скриншотил будут опубликованы на сайте trading-floor.net ну и так далее так далее на 7 все большое спасибо коллег за внимание и до новых встреч завтра в этом же формате мы с вами увидимся пока удачи а